Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного и перхиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите 1 июня митрополит Одесский Измаильский Агафангел с архипастерским визитом прибыл в город Измаил Одесской области. Божественная литургия в Свято-Николаевском храме города Келья. Праздничная божественная литургия в Свято-Константинно-Еленинском Измаильском мужском монастыре. Торжества по случаю 67 выпуска учащихся Одесской духовной семинарии. Подробнее об этих и других событиях смотрите в нашем выпуске. 1 июня состоялся архипастерский визит митрополита Одесского Измаильского Агафангела в южные регионы Одесской области. В ходе своего пребывания в городе Измаил митрополит Агафангел совершил всеночное обдение в Свято-Покровском кафедральном соборе города, а также совершил освящение часовни на территории Измаильского пограничного отряда. Радость солнечного воскресного дня 2 июня для Измаильского пограничного отряда была дополнена приездом Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского с целью освящения часовни, построенной в память Ильи Муромского – реального человека, а не просто сказочного персонажа, нетленные мощи которого и по день находятся в столичной Киево-Печерской лавре. «Подвижное благочестие, отличался воинскими добростями, ежистию посвятил монашеству, совершал подвиги Киево-Печерской лавры, где прославился многими чудесами. Как печальник нашей земли он всегда помогал и будет помогать вам в охране границ». После долгожданного освящения часовни было совершено поминовение воинов, погибших при исполнении воинского долга. Помня слова Христа о том, что нет больше любви, когда один человек отдает свою жизнь за своих друзей, Святая Церковь с благодарностью возносит молитвы об упокоении душ погибших воинов и одарованием Царства Небесного, того Царства, в котором уже нет границ, требующих защиты от вражеских нападений, в котором все туда попавшие благодарны своему Творцу и живут в мире и непрестанно возносят славу Всевышнему. Однако в нашем жестоком земном мире зачастую приходится жертвовать собой и своими интересами ради мира на земле и ради достижания мира душевного, ведущего на небеса, те духовные, а не пространственные небеса, ради жизни в которых и сотворил Бог человека. Очень приятно наблюдать, как военнослужащие, кроме несения своих ежедневных обязанностей, еще и помнят о Боге и с такой любовью строят храмы и часовни. В знак благодарности командиру измаильского пограничного отряда, полковнику Задорожному Александру Николаевичу, была торжественно вручена грамота Высокопреисвященнейшим Агафангелам, митрополитам Одесским и Измаильским. Личный состав очень тщательно и преданно чтит традиции украинского народа, православия. Каждую пятницу мы здесь проводим соседный молебень с привлечением личного состава. И это большое подспорье мне как командиру в плане воспитания личного состава, в плане воспитания патриотизма, любви к родине, любви к защите своего отечества. В городе Келье Одесской области состоялись торжества по случаю 365-летия основания храма и 20-летия возрождения храма. Торжества возглавил митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Одним из самых древних и запоминающихся мест юга Одесской области является Свято-Николаевский храм в Келье, восстановленный 365 лет назад. В результате раскопок на территории древней святыни был обнаружен ряд исторических артефактов. Армен Питаян, общественный инспектор управления охраны памятников Одесской облгосадминистрации, вкратце рассказал об одной особенности храма. Редкий тип культовой архитектуры у нас в Украине. Они полуподземные. Ввиду следующего интересного момента, что в период османского владычества нельзя было строить церкви выше, чем оружие всадника турецкого. Как святитель Николай, почитаем до сих пор христианами, мусульманами и иудеями, так и на строительство храма, посвященного архипасторю, собирались средства представителями различных конфессий. Армяне, молдаване, греки, турки стремились нести свою лепту в строительство этого дивного дома для невместимого бога. При раскопках вокруг храма были в частности обнаружены надгробные плиты армянских, греческих и многих других жертвователей. В советские годы храм был запустен, и лишь в 90-х годах XX века в нем было возобновлено богослужение. В 93-м году создалось общество по возрождению храма. После того, как он был запущен, как и многие другие храмы в советские годы, и через некоторое время храм снова-таки, по милости Божьей, благословение Высокопреосвященнейшего Агафангела, стал мало-помалу развиваться. 2 июня посетил Килию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершив литургию с крестным ходом, а затем осветил баптистерию на прилегающей ко храму территории. В числе встречающих была в частности прихожанка Лидия Федоровна, начальника отдела культуры и туризма районной госадминистрации, вместе со своими подопечными, учащимися местной музыкальной школы. Я хожу в храм с самого детства. Мне нравится то, что там такая сила, духа святого, и то, что там поют, мне очень это интересно. История обретения веры у Лидии Федоровны на первый взгляд ничем не примечательна. Ей не было видимого откровения или явления Бога, или какого-нибудь материального чуда, резко переменившего ее жизнь. Однако очевидно, что что-то, а точнее говоря, кто-то, сам Господь, все-таки привел ее к вере в себя и ко святому своему храму. Я стала ходить в храм с того момента, когда после долгих лет закрытия храма стал храм восстанавливаться, это 90-е годы. Прежде всего мы начали с того, что стали жертвовать на восстановление храма, и после этого постепенно я стала посещать воскресные службы. И, конечно же, с тех пор, особенно когда здесь в церкви стал править отец Михаил, церковь стала местом паломничества наших жителей, потому что то душевное добро, которое он дарит, и наставление, которое он делает прихожанам, настолько искренне, настолько сильно, настолько важно для нас, что многие, кто ранее не посещал церковь, идут сюда. Идут сюда за благословением отца Михаила, идут сюда за наставлением отца Михаила. Я надеюсь, что постепенно паства данной церкви будет расти. 3 июня – День памяти святых равноапостольных Константина и Елены. В этот день митрополит одесский измаильский агафангел совершил божественную литургию в Свято-Константино-Еленинском мужском монастыре города Измаила по случаю престольного праздника. 3 июня является Днём Владимирской иконы Божией Матери и памяти святых равноапостольных Константина и Елены, сыгравших огромную роль в истории христианства. Благодаря Миланскому эдикту императора Константина церковь перестала быть гонимой, а благодаря его матери, благочестивой Елене, в Иерусалиме была обретена величайшая святыня – Крест Господень, на котором был распят Спаситель мира. В престольный праздник Свято-Константина Еленинского измаильского мужского монастыря высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, в сослужении с преосвященнейшим Дамианом, еписком Фастовским, викарием Киевской митрополии, была совершена божественная литургия с крестным ходом. Храм за свою историю был очевидцем многих событий, как притеснения со стороны советской власти и закрытия с превращением в музеи атеизма, так и чудес, явленных Богом для вразумения безбожников. Но безбожники продолжали свое, так сказать, паскудное дело и решили снять крест с нашей обители. Вот этот, тот, который темный крест, пытались снять, подогнали трактор, к нему прицепили трос, тянули, тянули, никто не мог, ничего не могли сделать. А народ видит, что стоял ангел и держал крест, и крест оставался нерушимым. Тогда позвали пограничников, и один из офицеров поднялся на колокольню, а потом спустился белый весь, на какие вопросы не отвечал, сказали, что желаете, снимайте сами. После этого никаких попыток не было. Господь не попустил быть попираем святому месту, и храм все-таки был открыт в 92-м году, и постепенно началось его возрождение, постепенно передавались здания, которые окружают храм, и это дало возможным, после того, как большинство зданий было передано, дало возможным на 7-м месте возродиться обители. Среди множества встречавших митрополита был и Сергей, прихожанин обители, пришедший к вере в Бога, как часто и бывает, через корт. Я сам ликвидатор Чернобыльской аварии, работал на 3-м, 4-м блоке ЧАЭС, пострадал. У меня тяжелое заболевание, это опухоль мозга и перечень еще болезней. И после Киева, когда лежал там в Академии наук, мне как бы по приезду сюда, мне сказали, иди в храм, иди к Богу обратись, потому что вера спасает человека. Ну, я сразу же окунулся в эту стихию, и хожу постоянно на все богослужения, праздники, вечерние службы. В общем, участвую во всей церковной жизни. И я чувствую себя более здоровее, более... Некоторые болезни отступили уже, думаю, что со временем буду нормальным, здоровым человеком. История Сергия наглядно иллюстрирует реальную жизнь каждого из нас. Болезни, скорби от родных и близких, конфликты на работе, нервные срывы – все это в той или иной степени касается всех. Однако Господь, попуская скорби и болезни по силе человека, дает нам право избрать либо путь ропота и недовольства, либо спасительный путь переоценки своих приоритетов в пользу души. К сожалению, по мысли святых отцов, в наше нелегкое время искушений и массовых духовных падений, несчастье – это то вынужденное хирургическое вмешательство небесного врача, без которого греховная гангрена может разрастись и погубить всего человека для жизни вечной. Христос, к идеалу которого призван каждый, и тот терпел несравнимые ни с чем и тем более незаслуженные муки. От нас же для нашего же блага требуется лишь терпение и призывание с верой небесного врача, подающего каждому соответственное лечение. Приезда Владыки Агафангела в учебно-воспитательном комплексе детском интернате номер 9, что на улице дачи Ковалевского, ждали с нетерпением. С самого утра воспитанники готовились, наряжались, учили приветственные слова, занимали очередь, чтобы получить благословение. Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел для нас настоящий ангел-хранитель, говорят сотрудники детского дома. Именно благодаря его усилиям, как депутата Одесского областного совета, учебно-воспитательный комплекс все еще работает и функционирует. Он не первый год занимается защитой этой территории и будущего каждого ребенка, который здесь находится. Дорогой наш Владыченко, мы рады, что вы снова в нашем доме. Хотим мы вас благодарить за любовь, доброту и заботу о нас. Спасибо, Господи. Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, посетил детский дом номер 9. Дети этого учебно-воспитательного комплекса митрополита знают хорошо. Он здесь частый гость. Его приезда ждали с нетерпением, говорит директор детского дома. Ждали даже не столько подарков, сколько благословения. По возможности стараемся приверять всегда заботу и попечение для того, чтобы защитить этот интернат, который все создано для того, чтобы дети здесь росли, получали хорошее воспитание, образование, и чтобы стали в будущем достойными полноценными гражданами нашего государства и нашего города украшали. Усилиями общественной организации Илья Муромец, председателем которой является Станислав Огринчук, и творческого коллектива ТЮЗа для деток устроили увлекательное представление. Конечно, и митрополит приехал не с пустыми руками, развивающий игрушки для детей и, самое главное, икона Касперовской Божьей Матери. «Хотел бы благословить сегодня вас интернат образом Касперовской иконы Божьей Матери, которая является и богем нашего города, и покровителем всех детей, взрослых, дом и сирот. Она всех защищает, она всех молится, она всех благословляет. И пусть все благословения пребывают с вашим интернатом и с вами, маленькие девочки и мальнички». К православной церкви здесь отношение особое, ведь она не ограничивается поздравлениями детей в специально отведенные дни. Каждое воскресенье в детском доме священнослужители проводят занятия. Учат маленьких деток с непростыми судьбами расти светлыми и добрыми людьми. Когда ребята воцерковлены, с ними и работать проще, признается Татьяна Гроза. «Дети становятся другими, они уважают друг друга, они понимают друг друга. И каждый уже задумывается и работает над своими внутренними качествами, над своей душой. Прежде чем что-то даже получить, подарки – это подарки. Самое главное – это не земной подарок, а духовный, тот небесный, который Господь нам дает. А дает он нам сегодня очень много, потому что невзирая на то, что у нас небольшое количество детей, но детский дом существует, я думаю, будет существовать, потому что это все находится под кровом Божьей Матери, которая покрывает нас своим аммофором». Вот уже на протяжении нескольких лет этот детский дом находится под опекой высокопреосвященнейшего агафангела. Он, как депутат Одесского областного совета, борется за сохранение детского дома. Последний имеет территорию в полтора гектара и находится вблизи моря. Его пытаются расформировать, а детей отправить в маленькое, неприспособленное для жизни помещение, рассказывает митрополит Одесский из Маильски. За будущее этих детей он молится каждый день. Для того, чтобы люди, которые хотели бы взять эту территорию прекрасную и упразднить этот прекрасный детский сад, чтобы они не пристегали на достоинство этих детей, которые здесь ухожены, которым у них выделяется самое доброе внимание со стороны воспитателей. Детский дом номер 9 существует уже более 30 лет. Способен вместить 120 ребят. Но сегодня здесь находится всего 16 воспитанников. Число ребят искусственно занижается. Если бы не владыка Агафангел, детский дом давно закрыли бы, признается руководитель учебно-воспитательного комплекса. За два с небольшим года митрополит обращался и к городским властям, и к областным, и даже писал министру образования Украины. Владыка митрополит взял непосредственно на себя роль покровительствовать этому детскому дому, этим деткам, предусматривая за собой цели, простое человеческое отношение и доброту своего сердца по отношению к детям. Владыка всячески защищает в поле юридическом, в поле каких-то притязаний в отношении на территорию, на помещение, на здание. Яро отстаивает это помещение, отстаивает прежде всего будущее этих детей. В детском доме номер 9 находятся ребята-сироты, лишенные родительской опеки, воспитанникам от 5 до 11 лет. Возраст, когда маленький ребенок, становится личностью. Здесь их учат любви к ближнему и, главное, прощению. В этом воспитателям активно помогает православная церковь. Я хочу поблагодарить прежде всего Бога, поблагодарить Владыку Агафангела за ту помощь, за ту доброту, за его любовь, за бескорыстное его служение всем людям. Здесь, в Одессе, он помогает не только нам, а всем, кто нуждающийся. Я хочу сказать искренне материнское спасибо и низкий ему материнский поклон. Хочу пожелать прежде всего здоровья, чтобы вы росли счастливыми, красивыми, чтобы вы часто, чаще всего чувствовали себя как в своем родном доме, побольше было смеха, побольше было улыбок добрых, побольше радости, и чтобы Господь благословлял вас. Журналистов часто называют профессиональными дилетантами, но это нельзя сказать об узкоспециализированных корреспондентах. Последний свой вопрос изучают досконально, и, пожалуй, одним из самых непростых направлений можно назвать православную журналистику. В Одесском регионе сложились теплые и правильные отношения между СМИ и Церковью, отмечает митрополит Одесский и измаильский Агафангел. И радио, и телевидение, и печатная пресса все помогают поддерживать духовность в обществе. За это митрополит Одесский и измаильский сказал свое спасибо средствам массовой информации в канун их профессионального праздника и вручил церковные награды. Православная журналистика – особая специализация. Здесь нельзя просто формально делать свою работу. Каждую съемку, каждое мероприятие необходимо пропустить через себя, говорят представители СМИ. Сегодня значение массовой информации понимает и отмечает Церковь. Хотел бы отметить положительную роль всех средств массовой информации, радио, телевидение и прессы, которые принимают активное участие в развитии нашего региона и в целом положительную роль на экономику, культуру, политические взгляды в украинское государство. Потому что новости в глобальном мире – это способ влияния на человеческое сознание. Такое позитивное взаимодействие необходимо прежде всего обществу, говорит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. У нас создана симфония согласия между Церковью, обществом и государством. Это имеет большое значение. А когда приходят многие святыни, к нам привозятся, совершаются события в духовной, культурной жизни, а они освещаются средствами массовой информации, это положительно влияет на жителей нашего региона, которые часто получают все то, что невозможно получить без Вашего участия, без Вашего присутствия. Владыка Агафангел в канун профессионального праздника подготовил для средств массовой информации церковные награды. Это и почетные грамоты митрополита Киевского и всея Украины Владимира, знаки отличия и архипастерские грамоты митрополита Одесского и Измаильского. Каждый награжденный получил и освященную икону Касперовской Божьей Матери, которая является игуменей Одессы. Высокопреосвященнейший Агафангел отметил почетными наградами и команду совместного проекта телеканала «Глаз» и Одесской епархии «Телевизионное епархиальное обозрение». Журналистика «Сама меня нашла», признается корреспондент проекта Татьяна Кривенко. Православной тематикой она занимается около трех лет. За это время научилась главному – христианским добродетелям – смирению, человеколюбию, терпению. Я считаю, что православная вера – это такое историческое, культурное и духовное наше наследие, огромное, о котором мы не должны забывать, которое может дать людям ответы на многие вопросы, которые они не могут найти в современной жизни. И задача православных журналистов – помочь в этих поисках ответов на какие-то глобальные вопросы и напомнить людям о том, что мы являемся всего лишь частичками но очень важными частичками в долгой, более двухтысячелетней истории православия. Для любого журналиста, и тем более православного, самое главное – видеть, что твой труд действительно нужен людям, что твои слова, твои сюжеты способны изменить чью-то жизнь, способны сделать этот мир чище и добрее, говорит Татьяна Кривенко. Мне было очень приятно, когда однажды подошел человек в храме и сказал, а мы смотрим ваши передачи, и он говорит, есть сюжеты, которые я смотрю, у меня слезы на глазах. Вот когда взрослый мужчина подходит и говорит, что у него слезы на глазах, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, затрагивает какие-то сокровенные частички, там уголочки души человека. Фотокорреспонденты, операторы зачастую остаются за кадром, но без их работы ни один материал не выходит в свет. Если нас не видно, значит, мы работаем хорошо, говорит один из ветеранов фотоискусства Александр Лесик. Без фотоаппарата Александр жизни не представляет, ведь он его верный спутник вот уже 45 лет. Это просто образ жизни. То есть ты либо фотографируешь, либо не фотографируешь. Я без фотоаппарата всегда себя чувствую неловко, как будто не хватает чего-то в руках. Это просто, ну, это и стиль, это и хобби, это и любовь, это и работа. Награда из рук владыки имеет особое значение. И лично для меня это огромный аванс, признается Татьяна Кривенко. Но на празднование времени мало, ведь надо готовить новый выпуск телевизионного и пархиального обозрения. Седьмого июня Православная Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Одесского и Херсонского. В этот торжественный день сон архипастер Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом совершили божественную литургию в Спасопреображенском кафедральном соборе города Одессы, где также покоятся мощи святителя Иннокентия. По традиции в этот день происходит выпуск воспитанников четвертых курсов Одесской Духовной Семинарии. После завершения литургии владыка-метрополит возглавил торжества по случаю этого праздника. Торжественный акт, посвященный окончанию 2012-2013 учебного года, по традиции прошел в актовом зале Одесской Духовной Семинарии. 7 июня перевернулась очередная страничка в истории Одесской Духовной Школы и очередного курса ее воспитанников. Ведь сегодня здесь совершился торжественный акт выпуска. По традиции в этот день всегда служится праздничная литургия под сводами Одесского Преображенского кафедрального собора, на которую съезжаются воспитанники первых и последних курсов Духовной Школы. Также в литургии принимают участие священники и архиереи со всех уголков мира, страны и города. Те, что когда-то 10, 20, 30, 40 и более лет тому назад учились в стенах Одесской Семинарии и были такими же обычными ребятами. После праздничной литургии духовенство и воспитанники отправились в стены родной школы, где проходил сам торжественный акт по случаю выпуска. Мы попали за тот забор, где течет жизнь людей, которые желают познать Бога, научиться правильно возносить свое дыхание в молитве к Богу и стать пастырами Церкви Христовой, в стены Одесской Духовной Семинарии. Здесь учатся обычные студенты, как и в других вузах, но этих ребят отличает то, что они не просто интересуются духовной жизнью, но уверовали и почувствовали, что полностью готовы посвятить свою жизнь Богу и людям. Пути Господни неисповедимы. Кого-то из семинаристов к Богу привели родители, кого-то привела жизненная случайность, кого-то семейные обстоятельства. К Богу каждый приходит по-разному и в разном возрасте. Это наглядно подтверждает возраст семинаристов – от 17 до 32 лет. У меня верующая семья. С 9 лет я стал ходить в церковь, прислуживать, в алтаре. Поэтому, когда я окончил школу, я даже не думал, кем я буду и в какое учебное заведение я пойду. Я уже знал, это будет семинария. Мой настоятель, он посоветовал мне идти сюда, в эту семинарию. И я подал документы, сдал экзамены и был зачислен сюда на первый курс. За годы своего обучения, вот я оканчиваю уже третий курс, я понимаю, что мне остался всего еще один год, но мне не хочется отсюда даже уезжать. То, что после семинарии воспитанник обязан стать священником – миф, заблуждение. Выпускники духовной школы обладают полной свободой выбора. Никто никого ни к чему не обязывает. Кто-то готов стать священником на первом курсе, а кто-то так и никогда и не почувствует этого призыва. Есть и те, кого просто пугает священство из-за большой ответственности перед Богом и людьми. У свежего выпуска семинаристов тоже разные планы. Одни после получения дипломов уедут домой, другие останутся здесь, в семинарии или монастыре, а кто-то продолжит обучение в духовной академии. Дальнейшее мое продвижение, то есть чем я буду заниматься, это я либо могу ехать в епархию, то есть мне есть на выбор, либо ехать в академию, то есть продолжать дальше свое духовное образование. То есть в академии это совсем уже, конечно, идет другой уровень образования. Это на степень выше, на уровень выше. То есть совсем другая дисциплина, другое поведение, другие преподаватели, это что-то новое, конечно, это неизведанное еще для меня, по крайней мере, я этого не знаю. Ну, хотелось бы это познать. Ну, сейчас мое дальнейшее времяпровождение это поехать домой, и там уже получить распоряжение от водыки на поступление в академию. Еще одним мифом является полное отречение воспитанников духовной школы от всего мирского. На самом деле они отказываются лишь от всего греховного и неполезного для души и тела. И, увы, есть те, кто не выдерживает строгого режима кузницы духовных кадров. В чем-то ее можно сравнить с армией, ведь только в жестких условиях может воспитаться настоящий мужчина и будущий пастырь Христов. К примеру, в Одесской духовной семинаре есть свой спортзал, в котором воспитанники могут укрепить свое здоровье, а где здоровое тело, там гласит народная мудрость и здоровый дух. У каждого из ребят все-таки стоит задача это, прежде всего, воспитать в себе профессиональные качества в области церковной, пастырской, если говорить уже языком мирским. То в данном случае одни цели не превышают другие. И воспитывая себя в духовных аспектах, познавая богословскую науку, спорт и занятия спортом, идет всего лишь как вспомогательное времяпровождение, которое не чуждо, естественно, человеческому организму, а даже необходимо и поощряется. Есть здесь и компьютерный класс, в который, как и спортзал, семинаристы записываются заранее. Для чего он нужен? Слово самим семинаристам. В основном ребята используют компьютерный класс в целях поиска информации, для подготовки к учебе, для того, чтобы узнать что-то новое, так как все равно легче зайти в интернет и найти, чем идти в библиотеку. Хотя у нас семинария очень богатая библиотека. Ну и общаться с близкими, которые находятся у многих из учащихся, ну, Одесской духовной семинарии находятся очень далеко. Из-за этого они могут зайти и в скайп, и в контакт, и пообщаться с своими близкими людьми. Можно много рассказывать о том, как и чем живут воспитанники духовной школы. Но понять эту жизнь полностью и почувствовать могут лишь сами семинаристы. За многие десятилетия здесь сложилась своя атмосфера, свой ритм жизни. Но именно в таких условиях, пройдя путь от абитуриента до выпускника, и становятся истинными пастырями овец Христовых. Наш выпуск подошел к концу. Редакционная команда телевизионного и епархиального обозрения продолжает свою работу по освещению разных тем в современном православии. А также, как обычно, старается знакомить аудиторию с новостями в православной Одессе. Но так как в мире нет ничего совершенного и критика – самый лучший способ к саморазвитию, просим вас, уважаемые телезрители, присылать свои предложения и замечания касательно нашего проекта на электронную почту нашей редакции «Тео Глаз собакам Мейл.ру». Надеемся, что общими усилиями мы сможем выпускать еще более качественный продукт в эфир нашей телеаудитории. Мира, добра, благополучия! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok